Шурик, вы комсомолец? Да. Это же не наш метод. Мама. 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 Не успел Лукашенко прилететь в Сочи, а Путина там уже и след простыл. Более того, в Кремле заявили, что российский президент встречаться с белорусским коллегой не планирует, ибо сильно занят. Слушай, Володя, не порти вечер. А вот на лыжной покатушке с президентом Казахстана у него время нашлось. Правда, чтобы не попасть в засаду, Путин выбрал не сочинские склоны, а казахские горы. В итоге выхлопотать очередной кредит и скидку на газ Лукашенко этой зимой не удалось. Мы ждем всем на горе, а вы... Получается, Володя не то, что вечер. Весь отпуск испортил. А ты что, в прятки решил со мной сыграть, да? Володенька? Володя. Грузинский президент Георгий Маргвелашвили, как он сам признался в интервью БТ, решил потягаться с белорусским в тонкостях огородного дела. Александр Григорьевич мне подарил картошку, которую я посеял, белорусскую картошку. Я вырастил, но не такую хорошую. Я потом видел его фото на фейсбуке. У него вот такие большие мешки, и картошка большая вышла. У меня так хорошо не вышло. Да уж, слабо бывшему психологу с бывшим директором совхоза тягаться. Вопрос только, научил ли батька грузинского коллегу еще и тонкостям потребления этого продукта. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты с селедкой ее там с рыбой. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? День защитников Отечества около тысячи белорусских мужчин отметили за бегом с голым торсом. Супер! Я так быстро не бегал, потому что это окрыляет обстановку атмосферы. На что мне повод? Продвижать вот и повод. Эй, все, я побежал. Пришлось подсуетиться и министру обороны Андрею Равкову. В преддверии совместных учений с Россией Запад-2017 он вынужден успокаивать электорат. Мол, главный союзник на нас нападать не собирается. Ничего здесь сверхъестественного нет. Это мероприятие плановое. Не несет угрозы ни странам Запада, ни для Польши, ни для Литвы, ни для Латвии, ни для наших соседок, тем более для Украины. Запад может выдохнуть, а вот белорусам остается вдохнуть поглубже. А ну, как вежливые люди, решат погостить у нас и после учений. А как они ведут себя? Простите, пожалуйста. А вот ты, Хью, в своей жизни хоть раз произносил слово «пожалуйста». Да затнись ты, ради бога, без тебя тоже. Андрею Кобякову, видимо, не дает покоя слава советских вождей. Премьер вангует, что к 2020 году каждая белорусская семья сможет построить себе жилье. Тенденция такова, и есть к этому все предпосылки, с тем, чтобы к концу пятилетки нормальная среднестатистическая семья могла построить себе двукомнатную квартиру, взяв кредит на 10 лет по 10% годовых. Это, по словам премьера, считается нормальным стандартом. А давайте лучше считать нормальным стандартом жизнь как у правительственных чиновников, когда пятикомнатная квартира в Минске, коттедж в Дроздах, ну и дачка где-нибудь на озерах. Квартирку я бы принял. Ваша квартирка я завсегда не переставаю любоваться. Задаток хоть сейчас. Несмотря на февральскую распутицу, после трехлетнего перерыва в столице прошла Минская лыжня 2017, в которой состязались чиновники всех рангов и мастей. Популярность и спрос был такой, что сегодня нам пришлось уже в рабочем порядке, без электронной регистрации, выдавать номера еще где-то около 500 человек. Здоровый образ жизни все больше и больше входит в хорошую моду. В отсутствие президента победу одержала команда службы его безопасности. Так сказать, защитники здорового образа жизни отдельно взятого модника. Доцент, у меня насморк. Пасть порву. Только ты знаешь. Всю неделю длилось противостояние на стройке нового бизнес-центра возле Куропат. Активисты уверены, что разрешение на строительство выдано незаконно, а само здание возводят на костях репрессированных. Протестующим пришлось пережить ночное нападение на лагерь неизвестных и даже ложиться под масс. Огольными выселками мы домоглись, а Капсёня тут фактично были припынены будовничьи операции. Однако у КГБ иная точка зрения. С этой темы необходимо снять искусственную политизированность, которая никогда ни к чему хорошему не приводила. Политизированность настолько сняли, что на защитников Куропат, обратившихся в милицию в связи с нападением на них, составили протоколы за проведение несанкционированной акции. А нападавших искать и не собираются. И никакой политики, да. Вы не скажете, что происходит там наверху. Я в последнее время стал плохо видеть. Сегодня каждый сам за себя решает, что он видит. Тем временем тунеядцы не дремлют. Народный протест в регионах вновь вывел тысячи людей. В этот раз на улице Бреста, Бобруйска, Барановичей и Витебска. Сколько уже можно сидеть и терпеть вот эту власть, которая просто-напросто села народу на шею. На самом деле. В чем мы должны бояться? Вот где он сам вообще? Пускай он выйдет к народу, сам пообщается с народом. Народ не боится, потому что не бьют. А власти не бьют, потому как МВФ кредит еще не выделил. Но история наших зим свидетельствует, что любая оттепель имеет обыкновение заканчиваться. Вот что, ребят, отрубить ему голову. Тунеядец. Ага, это можно. И о погоде. В среду встретим весну, к концу недели синоптики обещают нам до плюс 14 и прибывающего с визитом начинающего картофелевода Грузии Георгия Маргвелошвили. А деловые круги Беларуси тем же днем будут ждать Александра Лукашенко на свою ассамблею. Обещался ведь. В четверг в Минске пройдет день итальянского дизайна. В пятницу с Витебска Сергей Михалок и его Брутто возобновят тур по стране. В последующие дни они порадуют фанатов Могилева и Жлобина. В воскресенье брестские нетунеядцы опять намерены маршировать по улицам города. А у субботу в Вильне Змитер Войтюшкевич и Владимир Някляев выступят с концертом наши каханыя, промеркованным до десятых угодков ихнехасупрацуництва на песенной ниве. Вясна, яна, як каханья, на першем не заканчивается. А подранье, подранье, там, где зорная тиша, нас каханья, каханья, як дятей закалыша. А подранье, подранье, там, где зорная тиша, нас каханья, каханья, як дятей закалыша. Продолжение следует...